С Эстонии начали, Эстонии и закончим. В Цесис прибыл в Абадус эстонский бронепоезд, чье название переводится как «Свобода». Такое же участвовало в освободительных боях 1919 года, а спустя почти столетия его прототип был воссоздан нашими северными соседями к дню рождения Эстонии. Благодаря такому поезду можно было быстро передвигать артиллерию. Орудия были тяжелыми, труднопередвигаемыми и создавали множество логистических проблем. Бронепоезд многие из этих проблем решил. Второй момент – внутри поезда находились военные подразделения, и можно было занять город, используя только поезд. В составе бронепоезда в Абадус несколько вагонов – артиллерийский, пулеметный, десантный, санитарный, а также броневик Эстония. И еще небольшая экспозиция внутри. Вот это место обычно было бытовым центром, потому что любой хотел оказаться ближе к плите из-за жуткого холода. Наверх поднимались клубы дыма, которые покрывали все вокруг, в том числе лица солдат поезда. И это использовала большевистская пропаганда, рассказывая, что это не эстонцы, а военные колониальных Индии, Африки или Пакистана. В эти выходные в Абадус прибыл в Цесис, где пробудет до 22 июня. Все это время на него можно посмотреть бесплатно. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.